всем привет мы сидим дома девчонки болеют кушает перчик варюшки мы помазали новую партию прыщиков у верочки они только начинаются вот это уже настоящий у нее и прижигла посмотрим как у нее на что-то как-то слишком легко будем сидеть мы дома на улице выходить только вечером нет там птички девчонки рисуют а я сейчас буду делать курочку и сегодня вам еще расскажу чуть позже чем мы лечились от коклюша расскажу вам как мы это перенесли что было потому что в видео как бы не все можно увидеть и понять вот но проблема я так поняла очень часто так что смотрите дальше вера настолько полюбила мёд просит мед я его чуть-чуть дала она ходит радуется уже когда ты не дашь мамка идем за стол садить так любит мед просит ходит плачет его мне кажется и не шоколадок ничего не легендар 벌ку едием кисточка Burton ням 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 мин ням 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 نям ням но не надо же ты мед положила кушай мед зачем облизываешь давайте ложка ложечку создам веруськи на верочка зачем кисточкой нет ложкой кушает только над тарелочкой вкусно ой мне показалось вера высунула язык что у нее на языке ветрянка она будет исследовать этот вопрос нет нету запивай не надо пожалуйста не надо кисточкой ладно ладно да и облизу кисточку а чё уже что ли засунули все вера будет над тарелкой верочка короче девочки делайте дела свои варишь попросила кисточка не нужно сейчас я помою посуду на ложку варь мою посуду и начну делать курочки коку девчонка пришла пошли что хотела вам рассказать чем мы лечили девчонок от кокрюша как вы слышите они до сих пор кашляет но это остаточный кашель который после коклюша сохраняется еще на два три четыре месяца значит то что это коклюш у нас когда дети заболели в начале июня два месяца назад я не сразу же поняла был обычный кашель сопельки и не было температуры как-то я не придала этому значению но когда вера начала ночью задыхаться ну то есть такой кашель которым надыхается я уже начала бить тревогу исследовать интернет и хорошо что есть интернет я могу просто бить признаки и почитать исследовать и просто очень часто бывает когда родители приходят с ребенком в поликлинику с коклюшем врач им объявляют что это ну даже не говорит о коклюше тем более когда он видит что ребенок привит он просто говорит что это урви вот такой вот в такой вот форме естественно выписывает неправильные лекарства почему потому что при урви антибиотики особо у нас не выписывают и если он выпишет антибиотики то родитель не поймет почему при в общем родители не следует этот вопрос меня может кто-то судить что я полезла в интернет но мы два дня с сашей следовали этот вопрос в интернете очень много разной информации читали и пришли к правильному диагнозу что у наших детей коклюш когда я шла к врачу я могла ей более подробно описать то что происходит у детей потому что мы за этим наблюдали она мне тоже подтвердила что это коклюш только коклюш бывает двух видах обычный коклюш и пара коклюш это можно выяснить только с помощью анализа какой коклюш мы анализы не сдавали в общем мы давали антибиотики азитромицин я исследовал этот вопрос принципе это самый такой лучший антибиотик который может быть потом нам назначали амбраксол лаз или лазалван или ацц ну что я могу сказать мы за время коклюша болезни выпили три или четыре бутылька сиропа он не помогает абсолютно самое лучшее это ингаляции электрофорез с хлорид кальцием это мне написала одна подписчица и спасибо ей большое потому что нас это спасает и сейчас бывает я вижу когда допустим кто-то сильный кашель я раз вечером сделала и они ночью намного легче спят вообще нужно делать три раза в день это у нас кипиш какой-то при антибиотиках нам выписали естественно linux крион 10000 очень такое сомнительное мнение нужно ли пить пробиотики во время того как ты принимаешь антибиотик наш педиатр сказала что нужно был у меня врач который говорил что не нужно пить только после антибиотиков иначе они они никакого действия не имеют антибиотики слишком сильные и в принципе то что убивать таблетку это можно сказать ну его просто выпили толку никакого я пила ну давала детям но потом как оказалось linux нельзя раскрывать ампулу высыпать деткам в кашу я не помню уже почему просто сам факт нельзя там теряются какие-то свойства что я давала деткам по-моему у меня его уже нет я сейчас я вам покажу очень хорошие лекарства именно для восстановления микрофлоры называется локтиали я не очень читала много отзывов это один из самых лучших то что можно давать детям это от двух лет у меня а есть еще а положили место пожалуйста где я взяла а есть еще и для более младших детей ну и все больше нам ничего не выписывали ну что я хочу сказать мы пошли к врачу спустя три недели и эти три недели я усиленно детей поила травами ингаляцию и как бы это просто ну с этим нужно было смириться с этим кашлем и на самом деле не принимать антибиотик но для чего нужен был антибиотик когда я исследовала этот вопрос антибиотик нужен был для того чтобы дети не были опасны для других детей то есть чтобы они не были как бы заразны что ли для других детей и побыстрее убить этот вирус в организме поэтому я все-таки решила что мы пропьем антибиотики но сейчас мы опять же в течение месяца сколько месяцев назад мы пропили антибиотик мы пропили его ну вот как раз месяц почти я им все равно восстанавливающую микрофлору я понимаю что еще в рот нельзя брать нельзя в рот брать нельзя в рот на место положите в общем вот так вот мы лечились от коклюша ничего опасного нету главное правильно лечить ребенка ну естественно сходить к врачу но не только сходить но еще и исследовать этот вопрос самому обязательно не кто наших детей не знает так как знаем мы это не игрушка